Всем привет! Рада всех приветствовать на своём канале. Наконец-таки я смогла загрузить, выпустить видео. У меня долго очень не было новых видео, потому что это всё связано с событиями, которые произошли у нас в Казахстане, с трагическими событиями, ужасными событиями. Благодарю всех, кто поддерживал нас в такой тяжёлый, непростой момент. И когда мы находились в полном неведении, и творился такой ужас, невозможно было, конечно, ничего делать. Руки опускались. Но, слава богу, сейчас всё успокоилось. И очень много мест, конечно, были закрыты. Бумагу мне было тяжело где-то достать. И поэтому я решила записать видео и вспомнить своё начало, как это всё было. первые корзинки, как они плелись из газеты. И решила записать вам, как показать, как из обычной газеты можно получить вот такие вот белые трубочки, да, то есть без принта, как накрутить. И как накрутить вот такие вот, соответственно, цветные. Дальше, конечно, будет видео следующее у меня по покраске и обработке именно трубочек с газетным принтом. Я покажу, как их закрасить, чтобы не было видно ни буковок, то есть ни каких-то фотографий. Особенно вот проблематично, я знаю, что очень многие сталкиваются с проблемой, как закрасить вот такую вот трубочку, то есть где вот есть цвета. Особенно тяжело закрасить зелёный цвет. Но я вам покажу, расскажу, как это всё можно будет сделать уже в следующем видео. А в этом видео я вот покажу, как я кручу вот такие вот трубочки из газеты. Для начала нужно определить направление волокон, чтобы знать, как правильно нарезать бумагу, да, как, что для этого нам надо. Нужно взять газету и посмотреть, вот так вот оторвать кусочек, посмотреть, как она рвётся. Если газета рвётся вот неровно, да, то есть красит, срезает, значит волокна идут вот таким вот образом. То есть, если мы начнём рвать вот так, в эту сторону, газета отрывается ровненько. Значит, волокна у нас расположены, вот получается, поперёк, да, не вдоль газеты, а поперёк. Соответственно, резать, разрезать бумагу мы должны вот по направлению волокон. То есть, вот таким вот образом вымерять нужный вам размер, ширину, да, и резать именно вот так. Потому что, если вы нарежете свою бумагу не по волокнам, а против волокон, она у вас, ваши трубочки просто не будут крутиться. Они, во-первых, будут сопротивляться, во-вторых, даже если вы их каким-то образом скрутите, они будут прям скрутка-топорщица, ну, в общем, это брак, такими трубочками работать и обрабатывать просто смысла нет. Поэтому обязательно не пожалейте одного листа и проверьте направление волокон. Ну, то есть, вот этот кусок, конечно, уже не пойдёт, но вот здесь вот ещё трубочки три я сделаю. Всё, сейчас я вам покажу, я сейчас разрежу на полосы и покажу, как я кручу, чтобы получить белые трубочки чистые, да, которые можно без проблем окрасить в любой цвет, и, соответственно, уже с газетным принтом. Для того, чтобы получить белую трубочку, необходимо взять газетную полосу, которая отрезана с краю. То есть, здесь видно, что характерный рисунок с отступом белые края. Крутить трубочку нужно начинать с того края, где этого белого отступа нет. Это очень важно. Итак, ставим под острым углом нашу спицу. И я провожу вот так несколько раз, то есть, захватываю краешек под острым углом. Начинаем крутить, натягивая одной рукой и прокручивая другой. Теперь я немного подкручиваю трубочку, капаю капельку клея, размазываю её так. Клей остаётся меньше, то есть, он равномерно распределяется. И закручиваю до конца трубочку. Вот такая белая трубочка получается в итоге. И так, опять то же самое. Важно, чтобы угол был острым. Вот я подхватываю краешек, прокручиваю таким самым образом, цепляя газету. И обязательно на всей длине трубочки сохраняйте этот угол. То есть, одной рукой вы толкаете трубочку, а второй рукой вы контролируете натяжение. Таким образом, со срезанных краёв газеты получается белая трубочка. Полосы у меня шириной 8 сантиметров. Спицы у меня 1 и 2. Трубочки получаются достаточно такие аккуратные, тоненькие. Я думаю, плетение будет не грубым. С такой шириной полоски. Вот так аккуратненько веду, 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 веду. И подклеиваю. Клей можете нанести сразу на несколько полосочек, разложив их, чтобы он не терять на это время. Но мне удобнее так. Остатки клея я, когда закручиваю трубочку, остаются у меня на пальчике. То есть, я их не размазываю по всей трубочке, чтобы не было ни прокраса потом. Потому что клей ПВА очень тяжело закрасить. Практически невозможно. Чем плотнее вы будете контролировать процесс накручивания трубочки, то есть, удерживая, чтобы трубочка плотно-плотно виток к витку уложилась, не проскальзывала, тем лучше и качественнее у вас получится сама трубочка. Она не будет рыхлой. Скрутка будет максимально плотно прилегать к трубочке, что в целом дает хорошую качественную лозу. Для этого необходимо, чтобы была хорошая сцепка. И накрутка трубочки необходим вот такой силиконовый коврик. Можете взять, вот у меня обычный силиконовый коврик для раскатки теста. Или же можете взять кусок линолеума. Он тоже дает очень хорошую сцепку. Есть специальные такие непрорезающиеся столярные, по-моему, коврики называются. Вот можно также их использовать. То есть приловчиться. Главное, чтобы у вас была хорошая сцепка бумаги с поверхностью и с трубочкой. Также удобнее всего смачивать пальчик. У меня обычно всегда на готове влажная тряпочка какая-то, чтобы можно было увлажнить палец. И тогда он удобнее держит и захватывает самое начало. Длина трубочки у меня получается 30 сантиметров. Здесь видно остатки клея, я оставляю на пальце. То есть трубочка не пачкается. Благодаря тому, что у меня спица очень длинная, у меня вся длина трубочки получается одинаковая, благодаря тому, что спица длинная и контролю натяжения. То есть у меня нет такого, что, допустим, кончик, скрутка толще или тоньше, чем начало. Поэтому мне я приловчилась, мне вот так удобно. Многим знаю, что котельщицам так неудобно. То есть они берут небольшие спицы. Ну вот как-то им удобнее так. Я приноровилась вот так вот. У меня, в принципе, устраивает такое качество трубочек. Здесь, опять-таки, повторяюсь, главное натяжение, чтобы плотно-плотно виток к витку была накрутка трубочки. Вот такие вот белые трубочки получаются из крайних полос газеты. То есть они без принта, их удобно будет окрашивать. Сейчас я покажу, какие трубочки получаются из серединных полос газет. В принципе, принцип-то тот же самый получается крутение. Просто из-за того, что нет белого края, трубочки получаются с принтом. Это, конечно, проблематичнее всего закрасить, чтобы лоза получилась без каких-либо вкраплений или текстов, или изменений цвета. Но я позже обязательно покажу видео по обработке и покраске лозы. Вот именно с газетным принтом. И вы увидите, что буквы реально закрасить, чтобы получилась лоза без вот этого вот, без надписи, чтобы она была полностью прокрашена. Все, наверное, начинали плести с газет. То есть если у вас дома куча газет, вы не знаете, что с ними делать, то есть или выбрасывать, или сжигать. Но можно вот таким способом попробовать научиться чему-то новому, чему-то интересному. Это безумно интересный и захватывающий процесс от создания лозы до плетения корзин. Поэтому если вы в своем начале пути плетельщицы, попробуйте. Это прям вас обрадует, что вы можете сделать своими руками. Конечно, вот проблематичнее всего в самом начале я тоже вот начинала с газеты. Сейчас это уже заказываю бумагу и работаю с чистой бумагой, которую легко обрабатывать. Конечно, нет на ней никакого принта газетного. Но начинала я тоже с газеты и долго искала такой способ, как прокрасить лозу, чтобы вот не было никаких видно вкраплений или изменений цвета, или текста. Я обязательно это видео, ссылочку оставлю, как только я сниму и обработаю. Так что появится ссылка, вы сможете чуть позже перейти на следующее видео. Чтобы получить качественное изделие, важно не игнорировать и подходить прям каждому процессу, каждому этапу обработки и создания лозы очень ответственно. То есть первый этап это вот накручивание лозы. Здесь важно натяжение, чтобы лоза получилась плотной, нерыхлой, такой тугой достаточно. Дальше идет стадия окраски лозы. То есть здесь вы выбираете нужный цвет, украсите водной морилкой или же красящим составом. И третий этап это обработка, пропитка лозы. Этот этап нужен для того, чтобы лоза окончательно склеилась скруткой, и она превратилась в такой прутик, который не развалится во время плетения. Будет создаваться защитный слой благодаря составу, пропитывающему. И лоза становится прям таким вот деревянным прутиком. Следующий этап это идет размачивание лозы, чтобы она была податливая в процессе плетения и прутики эти не ломались и ложились. Ну, было пластичной и эластичной. Вот. Так что из газет получается вот такие два вида трубочек. Обязательно не игнорируйте все этапы и процессы. Следите за каждым из них. Тогда у вас будет качественное изделие в конечном итоге. Минус, конечно, это вот окрашивание рук. Вот газета красит пальчики. Но сейчас краска безопасна. Газет на этом нет свинца. Поэтому такой минус есть. Да. Так что будьте к этому готовы. Это все, что я хотела сказать. Поэтому подписывайтесь на канал. Комментируйте. Оставляйте вопросы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok